Уголовное дело УК Республики Таджикистана превышение должностных полномочий. Ему грозит штраф в размере до 100 тысяч самани или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Об этом сообщило радио ЗАДИ со ссылкой на свои источники в прокуратуре. Напомним, 2 января 37-летний житель Куляба Абдукахор Разиков был задержан сотрудниками милиции и скончался при невыясненных обстоятельствах в здании отдела милиции. Родные Разикова заявили, что Абдукахор скончался в результате применения к нему со стороны сотрудников милиции жестоких пыток. 3 января родственники и близкие собрались у здания местного морга. Они отказались забрать тело и требовали найти и наказать виновных в смерти. Тело Абдукахора Разикова родственники забрали из морга и похоронили после того, как комиссия в присутствии мэра Куляба сообщила о задержании и допросе троих сотрудников милиции. Практика жестокого обращения в отношении задержанных и подозреваемых со стороны правоохранителей носит системный характер. Для выбивания признательных показаний таджикские силовики применяют всевозможные средства, что в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Так, например, в марте 2018 года задержанный житель города Куляб Абдурасул Назаров по официальной информации скончался от сердечного приступа в ОМВД СИНО-2, но родственники заявили, что забрали его тело из травматологического отделения больницы Караболо со следами побоев и пыток. В сентябре 2015 года Умар Бабаджонов был жестоко избит милиционерами за то, что носит бороду. Через сутки его с тяжелыми телесными повреждениями привезли из милиции в реанимацию местной больницы, где Умар впал в кому и скончался через неделю. В ноябре 2013 года 34-летний житель Джамата Чуркух из Фаринского района, член правления ячейки партии Исламского возрождения в Исфаре Умиджон Тоджиев, выбросился из окна третьего этажа местного ОМВД и скончался в тюремной больнице. 33-летнего Мехраджидина Гадозода 10 апреля 2021 года вызвали на допрос, и вечером того же дня его мертвое тело передали родственникам.